Ребята, вы на канале NoName, меня зовут Этмила, и сегодня вашему вниманию я хотела бы предоставить игру под названием The Dream Machine, как-то так я в английском не шарю. Команда Cockroach точно никогда не собиралась потратить порядка 5 лет на разработку хендмейнт игры в жанре Point & Click. Изначально планировалось сделать 6 игла в течение нескольких месяцев, но в итоге разработка одной главы стала занимать порядка года. Каждый из них становилось все лучше и лучше предыдущей. Игрушка впервые привлекла наше внимание в 2011 году своими хендмейт сценами и пластилиновыми персонажами. Хоть это не первая игра в подобном исполнении, она все же выглядела соблазнительной, как редкая конфетка. Так она в итоге оказалась, а первая глава особенно отличилась по многим пунктам. Помимо того, что сцены и анимации вышли совершенно восхитительными, в первом релизе до самого конца истории едва ли касается основного сюжета. Игрушка – пластилиновая Point & Click приключения с элементами хоррора и видом сбоку. Игра рассказывает о неком Викторе Неппе, который однажды вместе со своей женой переезжает в новую квартиру. Однако позже оказывается, что все вокруг не такое, как кажется на первый взгляд. Среди достоинств игры вас ожидает атмосферное музыкальное сопровождение, необычная графика и интересный сюжет с философским подтекстом. На первый взгляд дом, в котором вы собираетесь жить в ближайшие несколько лет, оказался далеко не таким, как вы его представляли. Он был тихим и простым, но там оказалось очень опасное для жизни любого человека. Наш игрок отправляется на сопротивление с хозяином дома, дабы убедить его в том, что он совершенно был неправ продавать им данный дом. В конечном итоге герой отправляется в странное путешествие по мечтам своей жены, где будет раскрывать различные тайны, а также своеобразные загадки. В первой из пяти глав сериала данной игрушки вы возьмете на себя роль персонажа главного, который со своей женой недавно переехал в новую квартиру. Во второй главе Виктор отправляется к своему домовладельцу, мистера Мортона, чтобы вывезти с того на чистую воду. Вместо этого обнаруживает квартиру мистера Мортона пустой. Успеет ли Виктор найти неловимого домовладельца вовремя? И таков ли этот мистер Мортон, каким кажется, на первый воскресенье? Если вы хотите узнать ответ на данный вопрос, ребятки, скачиваем игру и запускаем. Игрушка довольно-таки интересная, мне понравилась. Кому понравился данный короткий обзор, ставим лайки, пишем комментарии и обязательно подписывайтесь. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!